Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. В общественный совет Керчи жители города Герой обращаются с самыми разными вопросами. Это работа управляющих компаний, тарифы, работа ресурсоснабжающих организаций. Конечно, в год 75-летия победы это состояние городских памятников. Более подробно об этом поговорим сегодня с нашим гостем Германом Швецовым, председателем общественного совета Керчи. Герман Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы сразу рассказать о том, что общественным советом постоянно рассматриваются вопросы состояния памятников, как по обращениям крымчан, так и по собственным мониторингам. Во-первых, одна из задач, действительно мы все знаем о приближении знаменательной даты 75 лет освобождения и окончания военных действий, то одной из задач общественного совета является помощь городской власти в решении этих же вопросов. На территории города расположено около 190 памятников Великой Отечественной войны. Они все находятся в различном состоянии. Часть из них ремонтируется. То есть это такие знаковые памятники, как памятник на горе Митридат. Но наша основная задача это, во-первых, охватить все невозможно, но надо к этому стремиться. И городская власть, в принципе, идет правильным путем. Они, во-первых, определили для себя определенный реестр памятников. И следующая задача власти это определить лиц ответственных, с кого можно действительно спросить за каждый памятник. То есть закрепить ответственных лиц за каждым памятником. А дальше задача уже определить его состояние, провести мониторинг, какие работы необходимы. То есть если у лиц ответственных не будет возможности, есть возможности финансовые, есть возможности вложения трудовых каких-то ресурсов для того, чтобы привести в порядок данные памятники. Но есть вопросы, плана такого, что, например, в поселке Героевское море уже практически подступило к одному из памятников. Поэтому эти вопросы надо решать комплексно и очень быстро. Потому что мы можем потерять данные памятники, которые являются символами победы на нашей земле. Герман Васильевич, какие есть инструменты у Общественного совета воздействия на органы власти, инструменты какого-то взаимодействия? Как вы работаете? У Общественного совета очень много инструментов. В основном это именно очень плотное взаимодействие с администрацией, с городским советом, контроль за работой. Общественный совет является площадкой между жителями города и властью. То есть в Общественный совет обращаются и жители, и неравнодушные граждане, которые точно так же мониторят состояние, в том числе и памятников. Поступают сразу же сигналы о неудовлетворительном состоянии, какими-то вопросами, связанными с территориальной, по территории памятников. То есть, во-первых, это в основном донесение до власти мониторинга состояния. И, во-вторых, совместное решение вопросов, что нужно делать. И мы все прекрасно понимаем, что к 75-летию мы должны быть готовы. Но кроме готовности, хотелось бы понимать о том, что эти памятники после даже окончания данной даты не будут брошены никем. То есть, эта работа системная должна вестись, и мы должны именно контролировать вот этот процесс. Герман Васильевич, есть ли уже какой-то положительный опыт в этом направлении? Я так понимаю, что кирчане регулярно обращаются в общественный совет, в том числе и по состоянию памятников. Конечно, есть положительный опыт, и он как бы не касается ни одного, ни двух памятников. Даже, скажем так, члены общественного совета, просто неравнодушные граждане неоднократно выезжали, мониторили. То есть, где-то частично даже приводили в порядок. Допустим, производились там подсадки деревьев, кустарников рядом с памятником, ну, для их облагораживания. Во-вторых, на последнем заседании общественного совета мы обратились с предложением к администрации города рассмотреть вопросы о, во-первых, состоянии. У нас же, кроме памятников, есть еще огромное количество улиц, названные в честь Героев Советского Союза. Обратились с предложением, во-первых, о приведении в порядок мемориальных досок на этих улицах. И там, где эти доски отсутствуют, на перспективу установку мемориальных досок на улицах, там, где они не были установлены ранее. Для того, чтобы керчане, проходя по улице, ну, как минимум знали, с чем связано название данной улицы. Плюс, какой, ну, вкратце хотя бы, какой подвиг совершили люди, в честь которых названа улица. То есть это, я считаю, что это очень великая честь для человека и его поддержание, и память того подвига, который совершили люди. Герман Васильевич, большое спасибо за интересную беседу, за информацию. Напомню, что сегодня мы беседовали с председателем общественного совета Керчи Германом Швецовым. Коллеги, у нас пока все, я передаю вам слово.